Русская банка Хороший турецкий хаман Ну что после русской бани Что после турецкого хамана Хорошо бы попить чай Ух Ох 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 Ну вот здесь рядом Я могу показать вам процесс Старик Это секрет Нашего горячего чая Это самовар, который не уступает к нашему традиционному самовару. Здесь, как видите, нет вот этого самого пара испарения. Все происходит внутри. Отлично. Теперь мне все понятно. Спасибо. Теперь меня, конечно, не удивляет качество твоего чая, но вот этот набор, который на столе. Вы знаете, Сталик, мы подумали, что в Турции турецким чаем никого не удивить. Поэтому мы решили внести в наш ресторан какую-нибудь изюминку. Вы знаете, как никто другой, как азербайджанцы любят пить чай. И тем более с таким набором варенья, с таким набором сладостей, с таким набором сутофруктов. Вот этот набор варенья, конечно, он поражает подбором, своим качеством. Есть некоторые варенья, которые мы варим здесь сами. То есть прямо здесь в ресторане варите? Конечно же. А вот лепестки розы. Лепестки розы делаем сами. Здесь? Здесь. А здесь есть такие розы, которые годные для варенья? Конечно. Представляете, что да, на рынке вы можете встретить розы, которые продаются килограммами. Ну да, страна, которая позволяет себе продавать цветы, как продукты. Это по-настоящему процветающая страна. А какие привозите? Мы привозим те варенья, которые трудно делать в ресторанных условиях. Например, молодой орех. Вот это варенье из грецких орехов. А что еще? Оливковое варенье мы тоже привозим из Азербайджана. Почему? Потому что это делается из наших местных азербайджанских оливок. Оливковое варенье здесь нельзя попытаться или тоже сложно готовить? Тоже сложный процесс. Поэтому мы решили не заморачиваться. Привозим его из Азербайджана. Все продукты, которые у нас здесь, все традиционные азербайджанские продукты. Например, вот эта кята карабахская. Ну подожди, кята карабахская не такая, она большая бывает. Наши бабушки делали по размерам очень большие, как вы знаете. Но мы немного изменили вид. Но рецепт остался тот же самый, как делали наши бабушки и наши прабабушки. Вот эта начинка. Начинка та же самая. Орех, масло, пряности, сахар. Я попробую одну. Обязательно. Но вкус, я уверяю, тот же самый, что делали наши бабушки и к которому вы привыкли. Понятно. Я хочу вам еще отметить, что у нас чай. Мы привозим его из Ленькарани. Самый лучший сорт чая, который можно найти в Азербайджане. Я чай люблю. И из-за всех своих поездок зарубежных привожу чай. Даже привожу из Германии чай. Казалось бы, в Германии чай не растет, но в Германии есть люди, которые очень хорошо разбираются в чае. И поэтому, благодаря им, туда завозят очень высококачественный чай. Оттуда привожу. Когда в Китай еду, чемодан чая привожу. Но это чемодан чая? Мне на мою семью на год не хватает. Я представляю. Китай, как никто, известен своим великолепным чаем. А мы привозим из Азербайджана только самый лучший чай. Ленькаранский чай. Субтитры создавал DimaTorzok